МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое утро 2015 года взорвалось оглушительной новостью. Под Лутугина убит герой Новороссии, начальник штаба 4-й бригады ЛНР, подполковник Александр Беднов. Легендарный Бэтмен. Автомобиль, на котором ехал Сан Саныч, а также машина сопровождения, попали в классическую засаду. Лёшки в снегу, кинжальный огонь в упор, гранатомёт по машине. Вместе с Бедновым погибли ещё пятеро. Доброволец из Екатеринбурга Роман Боричев, позывной кот. Валентин Гоженко из села Лиман, пуля. Владимир Чёрный из Челябинска, позывной Витязь. Андрей Крылов из Луганска, позывной Золотой. Андрей Сапегин из Лутуба, позывной Бритва. Они погибли не от рук врага. Их убили свои. Ответственность за убийство Беднова тогда взяли на себя глава ЛНР Плотницкий, а также прокуратура и спецслужбы ЛНР. Официальные структуры Луганска обвиняли Бэтмена и созданное им ГБР во всех смертных грехах. Убийствах, похищениях людей, пытках, вымогательствах и грабежах. Сеть же бурлила сведениями о том, что Бэтмена ликвидировали по приказу из Москвы. А работали по Сан Санычу сотрудники таинственной частной военной компании «Вагнер». Следующие новости несколько дней были похожи на дурной сон. Окружение ГБР и томительные ожидания штурма. Аресты, допросы сотрудников штаба батальона, похороны Беднова и погибших вместе с ним товарищей. Третья бомба взорвалась 5 января, когда стало понятно, что надо срочно спасать семью Сан Саныча, жену Ирину, а также двоих его детей. Эвакуация семьи Сан Саныча из Луганска состоялась 7 января в Рождество и была больше похожа на спецоперацию. Коренной луганчанин Александр Беднов. Родился 29 августа 1969 года в семье военного. Служил в ОМОНе по горячим точкам Союза, Армении, Абхазии, Грузии, после в МВД Украины. В 2006 году вышел на пенсию в звании капитана. С самых первых дней активист антимайдана. Принимал участие в захвате здания Луганского СБУ. В апреле 2014 года сформировал отряд из 12 человек, выросший затем в легендарный ГБР Беднов. Первоначально ГБР входил в состав Народного ополчения Луганщины Мозгового. Затем стал 4-м батальоном Министерства обороны Луганской Народной Республики. Мы познакомились с Сан Санычем в мае 2014 года. Возили ему снаряжение, медицину, продовольствие. Помогали с открытием информационного центра. Отправляли добровольцев. Диверсионно-разведывательный групп Победнова наводили ужас на подступавшие города украинские части. Единственной силой, обеспечивающей в те дни порядок в прифронтовом Луганске, был все тот же Бетмонский ГБР. Бойцы Бедновы вывозили из-под обстрелов стариков, женщин, детей, лечили, кормили, укрывали у себя мирных жителей, восстанавливали подачу света и воды, раздавали гуманитарную помощь. В сентябре 2014 Александр Беднов уже один из признанных лидеров русского сопротивления Донбасса. В начале октября он становится главой общественного движения «Фронт освобождения» и готовится к участию в выборах главы республики. До самой смерти Александр Беднов – принципиальный противник Минских соглашений. Он выступал за продолжение войны с Киевом и полное освобождение Новороссии. Мы запомнили Сан Саныча бесстрашным прямым человеком. Он не боялся называть подлеца подлецом, вора вором, а измену изменой. Беднов ни перед кем не прогибался и никогда не предавал. Без таких, как Беднов, русское восстание на Донбассе было бы невозможно. Бэтмен и его парни были нужны как воздух весной и летом 2014 года в разгар сражений за Луганск и Донецк. Но Бэтмен и его батальон стали кустью в горле тем, кто искал славы не на поле боя, а в тиши кабинетов и за столом Минских приговоров. Сан Саныч мешал тем, кто видел в молодых республиках Донбасса не возрождающуюся Русь, а лакомый кусок, на котором можно хорошо заработать. А еще Беднов очень много узнал. В последний раз мы встречались с Сан Санычем 27 декабря 2014 года. Мы сидели в центре Луганска, пили кофе и строили планы на будущее. За окном стоял тот самый бронированный «Фольксваген», выкрашенный защитным зеленцем. А через четыре дня Саша не стало. Он погиб не от рук врага. Его убили свои. У Александра Беднова осталось вдова и двое детей. Его честное имя до сих пор не реабилитировано. Дело, которому служил Беднов, не завершено. Минские соглашения уничтожили проект Новороссии, превратив молодые пульсирующие русские республики в бесконечную внеправовую военную зону. Начавшаяся в марте и достигшая пика к сентябрю 2014 года русская весна, полная романтики, героизма, закончилась для нас 1 января 2015 года, в день смерти Беднова. Ей на смену пришли великое русское терпение, холодная, рациональная, всепобеждающая русская ярость. Вечная память и вечная слава герою Новороссии Александру Беднову. Наша борьба продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова